В этом видеоролике Махаббат Абдулаева посылает своим друзьям в фейсбуке воздушные поцелуи, поздравляя их с Новым Годом. А вот сидит на мероприятии с участием Читы Клуни. Уроженка Казахстана приехала в Нью-Йорк всего два года назад. Мегаполис полюбила. На страничке в своих социальных сетях Махаббат отмечала посещение самых известных мест. Тайм-сквер, Эмпайр-стейт-билдинг, Рокфиллер-центр, Граунд-зиро, Статуй Свободы. Как ни странно, личная страница Абдулаевой в фейсбуке до сих пор не заблокирована. Переписку девушки сейчас изучают следователи. Иммигрантку обвиняют в хищении денег у русскоязычных жителей Бруклина. За информацию о Махаббат объявлено вознаграждение в размере 2500 долларов. По данным следствия, 24-летняя Махаббат Абдулаева выдавала себя за риэлтора. Она размещала на русскоязычных сайтах Нью-Йорка объявление о сдаче в аренду квартир, затем встречалась с клиентами по нужному адресу, показывала им объект. Когда жильцы соглашались, получала аванс от 200 до 700 долларов, а потом просто исчезала. Пока речь идет о трех эпизодах. Схема одной и та же – это взять с человека деньги, причем взять деньги в таком формате, чтобы это потом нельзя было вернуть. То есть это либо наличка, наличные деньги, которые можно положить в карман, дальше раствориться, не отвечать на звонки, имейлы, и в общем сложно что-то доказать. Либо это какие-то платежи по системам типа Western Union или что-то такое. То есть когда просто перечисляются деньги, ну это аналогично наличным деньгам. Перечисляются деньги, дальше, собственно, человек может пропасть, на связь не выходить и вернуть обратно нельзя. После объявления о розыске пользователи социальных сетей стали делиться своими историями о гражданке Абдулаевой. Оказалось, что она и раньше придумывала различные мошеннические схемы и обманывала своих же соотечественников. В качестве доказательства одна из пострадавших выложила в сеть переписку с Махабат Абдулаевой. Я тоже жертва ее мошенничества. В апреле прошлого года она обещала доставить мои документы в Казахстан через свою подругу. За эту услугу я заплатила ей 40 долларов. В итоге моя семья документы так и не получила, и свои деньги я назад не вернула. Она не только не сдержала обещания, она играла на наших нервах несколько недель. Я подумала тогда, что все это случайность, и поэтому я никому не пожаловалась. Ну пусть это будет вам уроком. Неизвестно, скольких человек Абдулаева обманула за последние два года. Сейчас следствие проверяет несколько версий. Скорее всего, девушка действовала не одна. У нее могли быть сообщники в одном из агентств недвижимости Бруклина. Как недвижимость от этого себя застраховать, то первое, что нужно сделать, это проверить, что перед вами общий агент. У агента должна быть лицензия. Причем по закону у агента должна быть в кармане лежать специальная карточка, она размером с права. А там есть фотография, там есть имя, там есть номер лицензии, до какого там, до куда лицензия действует, на какую компанию агент работает, или он работает на себя. То есть вот это все должно быть у него. Где сейчас находится Махаббат Абдулаева, до сих пор не ясно. Вполне возможно, девушка уже вернулась на родину, в Казахстан. Она могла погибнуть в Нью-Йорк еще до того, как ее объявили в розыск. К синему штук телекомпания Артевей.